Ты никто вот в этом ЖК и просто это запомни. Да, серьезно. Пробки, чтобы зайти в лифт. Ну а клиенты мечтают жить в таких живых комплексах и смотреть с высоты птичьего полета, где-то 76 этажа. Она хотела бы жить на Манхэттене И с Деми Мур делиться секретами Квартира в элитном ЖК. Казалось бы, что может быть лучше? Начинающие строители, дизайнеры, предприниматели мечтают реализовать какой-нибудь крутой проект в таком крутом живом комплексе. Ну а клиенты мечтают жить в таких живых комплексах и смотреть с высоты птичьего полета где-то 76 этажа. И вот стройка начинается. Всем привет! Меня зовут Алексей. А я РН, и вы на канале Форс Монтаж. Сегодня мы обсудим тему, которая вызвала большой резонанс среди наших подписчиков. В нашем инстаграм мы обсуждали проблему проведения работ в элитных ЖК и получили массу комментариев под моим постом. И так мы поняли, что эта тема очень больная и нужно обязательно выпустить ролик. Это видео будет полезно клиентам для того, чтобы они просто поняли, в чем подвох их длительного ремонта. Вполне возможно, что он не в строителях, а в чем-то другом. Это видео будет полезно и мастерам, и дизайнерам перед тем, как формировать цену на ремонт в этих ЖК. И сегодня мы расскажем про опыт работы Форс Монтаж в элитных ЖК Москвы. Мы работали более чем в 75 живых комплексах, из которых 30% это бизнес и премиум класс. Поехали? Поехали. Кстати, в конце выпуска Алексей поделится рекомендациями для мастеров, клиентов и дизайнеров по оптимизации рабочего процесса в подобных ЖК. Массфильмовская 8 – дом, где ремонт превращается в депрессию, как сказал наш технический консультант. Известный и статусный дом, и здесь мы делаем ремонт квартиры площадью 180 метров. Стоимость недвижимости в этом ЖК доходит до 1 миллиона за квадратный метр. В начале ремонта что собственник, что дизайнеры, что строители вдохновлены интересным проектом, и начинается вход на объект. Переходим сразу к фактам. Проходная система здесь особенная. Да, заказать вы можете электронно пропуск, но чудеса 21 века. Охрана переписывает все оформленные заявки онлайн в письменный журнал. Представляете? В итоге ты можешь долго простоять на пробиваемой проходной. Согласитесь, что лишиться пропуска, полученного столь сложным путем, вдвойне обидно. А лишить его могут за нарушение шумового режима. Здесь можно шуметь всего лишь 5 часов в день. 3 часа с утра и 2 вечером. Нельзя даже веником подметать пол. Моментально приходят соседи, которые грозятся нажаловаться на вас в УК. Вынос мусора длится не менее 1 рабочего дня, тогда как обычно это занимает пару часов. А согласование вывоза мусора с УК минимум 2 дня. Доставка и подъем материала целый рабочий день, так как большая загруженность грузового лифта. Решать вопросы с УК в течение всего ремонта может только представитель собственника квартиры. Для этого необходима подписанная доверенность для УК. А какие задачи входят в его функционал, нам рассказал Виталий Румянцев, руководитель отдела производства. Вы можете сейчас прочесть все это, нажав на паузу. Ну что, впечатлил списочек? Порой кажется, что все эти требования УК придумывает для того, чтобы получать дополнительную финансовую прибыль. Кстати, в одном известном ЖК процветает история с взятками за приемку работ. Причем взятки немалые, от 300 тысяч. И этот груз ложится на плечи заказчика. Объект просто не сдать управляющей компании, если не дали денег. Ремонт апартамента в Москва-Сити. О, об этом ЖК ходят легенды. Здесь, например, если в ЖК приехала какая-то большая шишка, вы должны быть готовы к тому, что ваш ремонт может быть просто заморожен, чтобы не мешать такой высокой персоне. Начиналось все как обычно. Радостная и вдохновленная команда заходит на объект. А затем знакомство с местными правилами и растянувшиеся более чем на год сроки реализации проекта. Перейдем к фактам. Регламент проведения шумовых работ может измениться совершенно спонтанно. И те правила, которые действовали вчера, сегодня уже неактуальны. Старший мастер или управляющий должен всю ночь присутствовать на загрузке или разгрузке. Только представьте, как человек себя будет чувствовать на следующий рабочий день. Добавим сюда постоянно барахлящие лифты и пробки. Да, серьезно. Пробки, чтобы зайти в лифт. Мы в удобном лифте в Москва-Сити. Как всегда, здесь пробка. Оказывается, не только у строителей проблемы. И у нас уже не первая попытка доехать до первого этажа. Никто зайти не может. Так, если вы приехали на работу к 10 утра, на рабочем месте вы можете с легкостью оказаться только в 3 часа дня. Невозможность выйти из ЖК из-за проблем с лифтами и правилами. В итоге сотрудники просто-напросто не могли попасть домой. Они элементарно не могли уйти с объекта. И это повторялось не раз. А вот уже 20 минут пытаемся уехать. Причем не с грузового, а с человеческого лифта. Поймали? Ну вот, ребята, поймали лифт. Не факт, что мы туда поместимся, потому что пока что мы только одну этажку отпустили. И таких историй там была масса. Кто сталкивался с подобным беспределом, пишите просто в комментариях. При монтаже шумоизоляции на пол здесь запрещено использовать газовые горелки. Я думаю, это связано со случившимся однажды в Москве сити пожаром. Да, вы можете использовать строительный фен, но все мы понимаем, что в этом случае то, что вы могли сделать за день, растягивается на более долгий срок. Возможно, в три раза. В некоторых башнях тупо нет воды, и вам нужно заказывать за дополнительную плату бочку. Две бочки по 230 литров. За наполнение воды каждый приходится отдавать по 500 рублей. Чтобы набрать две бочки воды, это как минимум два часа надо. Четыре раза они ездили. Дело в том, что еще если повезет с лифтом. Переварка системы пожаротушения вам обойдется минимум в 2 миллиона рублей. И вы ничего не сможете с этим сделать из-за монополии УК. К минусам еще можно добавить отсутствие бесплатных парковок в радиусе 3 километров. Тут варианта два. Либо ты устраиваешь утреннюю прогулку, ставя машину где-то вдали от объекта, либо платишь 350 рублей в час. Но я знаю, еще были случаи, когда люди сталкивались с эвакуаторами. Вот видим знак «Одностороннее движение, пешеходный переход и остановка запрещена». Вот на всякий случай выезд из этого перекрестка. Стоит знак «Уступи дорогу» и выезд на одностороннее движение. Соответственно, действие вот того знака, который стоит вот там в начале перекрестка, прекращается вот этим перекрестком. Вот стоит машина. О какой эвакуации может идти речь? Еще один минус. Через день проводят проверки. То электрика, то сантехника. В общем, УК вставляет палки в колеса. И не все так просто и гладко, как хотелось бы. Я помню, как приезжала стройку этого ЖК по дороге в колледж в далеком 2007. Тогда он выглядел еще не так массивно. Дом сдан в 2016 году, а здесь, представьте, до сих пор распроданы не все квартиры. А это значит, что ремонт квартир в ЖК Триколор идет полным входом. Ну, или не совсем полным. Вот что писали вы. А вот что расскажу я. По идее, управляющая компания этого ЖК начинает свою работу в 10 утра. Но по факту в 10.30 или 11. Если вам нужно выписать пропуск на мастера, то придется выставить огромную очередь из ответственных лиц, которые занимаются этим вопросом. Я устал ждать! 12 лет ждал! Ну и когда представители УК предпочитают устроить себе обед, тоже непонятно. Но если вы наконец-то прошли квест с пропусками, не спешите радоваться. Здесь всего два лифта. В один из них запрещено заходить даже к прорабу, управляющему или доверенным лицам. А сами собственники вольны решать, каким лифтом им пользоваться сегодня. Вообразите себе картину. Один лифт сломан, а другой везет в себе как собственников, так и мастеров, которые, конечно же, не одеты в белые рубашечки с воротничками и брюки с выглаженными стрелочками. Сейчас расскажу вам главную забаву. Если у вас нет проекта по сантехнике и электрике, то охрана не позволит вам провести ни какие-то лампочки, ни даже рабочий унитаз. Да, все машины с материалами подвергаются досмотру. И в целом процесс завоза материала как будто бы умышленно усложнен, дабы вы заказывали в магазинчике, находящемся прямо на территории этого ЖК. Да, рассказываю вам, и самое грустно становится. А вы заметили, что на нашем канале стало как будто бы приходом ими? Но ходят слухи, что собственники взяли-таки ука за жабры и вытребовали упрощения системы. Ура! Видео и так получилось длинным, но я скажу, что есть еще два ЖК, в которых мы работали. Это любимая Долина Сетунь и Еврейский квартал. Долина Сетунь, там проблем не оберешься, честно говоря. А Еврейский квартал, особенность, можно работать 3 часа утром и 2 часа вечером. Вот такой вот у них шумовой режим. А сейчас передаю слово Алексею, и он поделится обещанными рекомендациями о том, как оптимизировать работу на подобных ЖК. А сейчас с нами на связи Алексей. Алексей, да, да, да. Он находится... В соседней комнате. Так, ну а теперь мы резюмируем и даем полезные советы, что же теперь с этим совсем делать. Первое. Строительным компаниям противопоказано заходить на такие ЖК с низкими ценами и неподготовленными. Если у вас мало опыта, вы просто потеряете много ресурсов на таких ЖК из-за бюрократии. Ценообразование на таких ЖК. Поднимайте свой ценник в 2, а может быть и в 3 раза, если вы работаете по каким-то низким ценам. Просто с более низкой ценой вы утонете в том, что вы не можете найти тех самых мастеров, те самые трудовые ресурсы, которые есть на рынке. Следующий совет, и он важный. Перед тем, как зайти в такие ЖК, вам нужно реально произвести разведку. Ну, пойти посмотреть вообще на уровень жилого комплекса, какие там пропускные системы, как там производится вот весь этот доступ, узнать шумовой режим, когда что можно делать. Следующий совет, это сроки. Ни в коем случае не пользуйтесь вот старой какой-то своей аналитикой и на таких ЖК используйте гораздо больше срока ремонта, на 50% минимум. Делайте правку к своему договору, либо приложению, в котором вы пропишите, что все издержки, связанные с такой вот сложной логистикой, ложатся на плечи клиента. Следующий совет, это вот на таких объектах нужен отдельно просто менеджер, который будет разгребать нетрадиционные задачи административного характера, не связанные со стройкой напрямую, бюрократия, документооборот и тому подобное. Ну и теперь совет дизайнерам согласовать проекты в таких ЖК. Это целый квест. Зачастую ты не можешь сделать шага без той, либо другой закорючки, потому что просто по-другому там не во сне. Делитесь с коллегами вот этим видеороликом, читайте комментарии, которые оставляют под ним, и пишите свои тоже. С какими проблемами вы сталкивались? Как говорится, кто предупрежден, тот вооружен. Собирая коллективный опыт, мы сможем обезопасить нас и вас от несущих проблем. И также, может быть, нас услышат управляющие компании, которые, может быть, наконец-то нам упростят работу, а клиентам жизнь. Раз, два, три. Я пришел. Так, а ты? Мы стоим здесь. Леха, лучше может быть только загородный дом. Блин, что так? Опять на бригаду, бригаду, господи. Так я не хочу слово бригаду говорить. Ну почему? Ну оно как-то архаично. Ты никто вот в этом ЖК. И просто это запомни. Ты просто овощ.